Мне на рассмотрение внесен законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов. Мы изучим сегодня этот документ, прежде чем отправить его в парламент. По сути, представленный закон приходит на смену 10 декрету, который почти 15 лет служил правовой основой. В свое время это был прорывной документ. За прошедшие годы представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов. Успешно реализованы более тысячи проектов. Но последние несколько лет объем инвестиций, как внешних, так и внутренних, снижается, что не лучшим образом сказывается на работе экономики. Разумеется, любая страна сегодня старается предоставить инвесторам привлекательные условия. Мы также должны создавать конкурентные преимущества, чтобы деньги вкладывались в перспективное, высокотехнологичное, инновационное производство именно сюда, в Беларусь. Я не против разумных инноваций, всегда готов их поддержать. Однако предметно доложите о сути и ожидаемом эффекте, на кого нацелен законопроект. Текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Давайте будем ориентироваться на других. Восточных, азиатских, африканских и так далее. Да и с западными надо работать. Не надо отвергать с порога. Напоминаю вам мое правило, в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность, полноценная занятость работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет, ну и естественно уплата налогов. Еще раз хочу подчеркнуть, если вы хотите мне предложить вариант, никаких налогов платить не будем, фонд занятости инвесторы платить не будут, мы их сюда привлечем. Только приехать сюда, как раньше говорили, высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатить какую-то копейку, налоги при этом не платить, но рабочим там, ну 500 долларов, скажем. А основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные, прежде всего, страны, ну я не думаю, что такие проекты нам нужны. Сюда надо приходить, как не в банановую республику, а нормальную, высокотехнологичную, высокоразвитую. И работать надо прежде всего со своими инвесторами. Продолжение следует...